Плей-офф Единой Лиги ВТБ. Третья игра. В Москву прилетел питерский «Зенит». И кто нам о «Зените» может рассказать лучше, чем Дюша Метелкин? Вот он здесь сегодня. Всем привет, привет, Максим. Да, мы поздоровались уже несколько раз, мы отработали этот момент, и, по-моему, сейчас у нас получилось это прекрасно. Ну, давай, как говорится, несколько слов на камеру. Ну, всем привет, USB здесь, здесь CSKA, здесь питерский «Зенит». И сегодня мы с вами будем наблюдать за этим противостоянием, можно сказать, уже эпохальным. Дюш, я знаю, что ты фанат большой баскетбола. Огромный. Ну, и видно, по твоему росту ты сколько, наверное? Метр девяносто один где-то я. Ну, как и я. Да, ну, слушай, мы с тобой, да, плюс-минус. Ну, ты на каблуках пришел, да. Ну, да, как обычно. Как звери. А я в обычных кроссовках. С ребятами из офиса у нас собралась такая компания, которая любит баскетбол так же, как и я. И мы решили организовать свою команду, свои вечера. И мы раз в неделю собираемся, да, и делаем вид, что играем в баскетбол. Да, ну, ты, по-моему, в довольно неплохой физической форме. Ну, я имею в виду относительно той, какой у тебя было раньше. Да, буквально 15 минут назад я был на 20 килограммов больше. А теперь я вот резко кинул, да. По каналу РТР тогда он назывался, да. Это моя машина, извините. Да, я слышу. Для тебя вот бросок сверху реализуемая сегодня история? Сегодня нет, но в школе было дело. Забивал прям, да. И томагавком как хотел, да, взлетал? Нет, нет. Это было один, с игры было один раз всего. И вот этим женским мячиком, который я мог удержать. А, вот этим. Волейбольном еще, да. Или теннисом. Все так. Ну да, еще оперевшись на стенку одной ногой вот так. Сейчас мы уже бегаем так больше для себя. Знаешь? Да я сейчас ее отключу. Да, пожалуйста. Важный момент. Сегодня ты находишься на действительно историческом матче. Может быть, ты не знаешь. Может быть, кто-то не знает еще из наших телезрителей. У СК ЦСКА Александра Яковлевича Гомельского буквально через несколько месяцев снесут. Я знал, да. А, ты знал. Да, это конец эпохи, но я надеюсь, что окончание этой эпохи даст силу новому ЦСКА. Новый дом. Все по-новому. Новые победы. Новые победы, да. Я думаю, что для ЦСКА не будет соперников после того, как они обретут новый дом. Но я, по крайней мере, желаю им этого, им и их фанатам, чтобы ребята шли только вперед. Спасибо тебе огромное за то, что ты пришел. Рад был видеть очень. Да, надеюсь, что тебя посадят на хорошие представления. Ребят, всем хорошей игры. Спасибо. Да, и что ты настоящий праздник спорта. Да, я где-то вон там. Ха-ха. Дюша Метелка у нас отправляется на фанатский сектор. Друзья, первый матч. До этого мы играли на выезде. Принимают питерский «Зенит». И вот, судя по всему, к нам и пришла болельщина «Зенита». Хотя, я, возможно, ошибаюсь. Это стирая Стима низовкая, потрясающая актриса. Я заглянул в ваш инстаграм, я посмотрел вашу фильмографию, и я снимаю шляпу красно-синюю, как вы понимаете. Смотрите, я сейчас отойду, наверное, вот здесь. Находится угол площадки, и баскетбольная история знает, когда люди выносили отсюда мяч и забрасывали в кольцо. И этот мяч будет засчитан, как вы думаете, за сколько? Девять, семь или три очка? Думаю, девять. Думаете, девять очков, хорошо. А если игрок отходит на штрафные броски и бросает два, когда на нем свалили, ударили его по руке, у него есть возможность пробить два штрафных броска. Как вы считаете, во сколько они оцениваются? По одному балу, по четыре или по семь? По одному, наверное. По четыре? По семь? Итак, финальное слово. Один, четыре, семь. Давайте подведем итоги. Четыре. Четыре, прекрасно. Вот, чтобы ЦСКА сегодня бросали и нам все время засчитывали по четыре очка. Как вы на это решились? Вот. Зачем вы закрыли вот это все? Господи. Убирайте полосы. Это будет слишком. В личине должна оставаться загадка, да? Да. Ну, маленькая такая. Как это случилось? Фотограф моя хорошая подруга, знакомая. У нее, вообще, у меня, знаете, есть проблема, когда я начинаю работать с фотографами, причем это в основном девушки, как это не странно. В какой-то момент фотосессии у них возникает желание все-таки с меня что-нибудь снять. Это как? Потому что, во-первых, это красиво, а во-вторых, даже не существует. Друзья, я этого не говорил. Начинают раздевать. Нам придется в конце, видимо, нашего небольшого эфира поступить точно так же. Ну, не знаю, я боюсь, что баскетбол может тогда сильно пострадать. А вы думаете, наоборот, нужно тут приобрести? Конечно, больше, больше вот этих вот лайков, больше внимания сразу. Почему-то народ любит вот это больше, чем интеллектуальные загибы. Но вы хотите еще больше подписчиков? Не настолько. Не настолько. Кстати, как вы потом поедете в Петербург, если сегодня вы сказали, что болеете за ЦСКА? Как вас будут встречать на вокзале? Я поеду по-тихому. А, поедете по-тихому. По-тихому. В вагоне грузовом, наверное. Прямо сейчас, друзья, в этом зале на паркете Муиска ЦСКА имени Александра Яковлевича Доминского появляется лучшая команда Европы – ЦСКА Москва. Встречайте! Вы обещали прыгать. Вот. Вот так вот. Наконец-то. Наконец-то это получилось. Вы, наверное, сейчас… Я делаю это только в исключительных случаях. И сегодня тот самый. Вообще, я не люблю прыгать. Но вот видите, как… А прямо сейчас мне очень хочется прервать вот этого человека от просмотра… От просмотра… От просмотра… Вернитесь к нам, Виталий. Виталий Мишура к нам сегодня пришел в гости. Человек, который любит баскетбол. Человек, который болеет за ЦСКА. Поэтому сегодня пришел… Да. Поддержать. Потому что я понял, что сложная какая-то ситуация у нас складывается. Вот, ребят, на что ты в первую очередь смотришь? Как они забрасывают сверху на кроссовки, на физическую форму? В первую очередь я смотрю на кроссовки. Я смотрю, оцениваю. Так, вот это какая модель, это какая модель. После этого я смотрю на технику. А какие кроссовки лучше всего для тебя? Вот для ходьбы и для баскета? Для чего? Ну это, конечно, Джорданы. Джорданы, вот. Можно прям поднять ногу, да? Попробуем. Вот они прям. Джорданы единички. Ты обратил внимание? Красно-синяя. Красно-синяя, конечно. И немножко Лейкерс. Конечно. Но это как бы неплохо. Чуть-чуть Леброна, да. Чуть-чуть Леброна, да. Чуть-чуть Леброна сегодня нам не помешает. Ты всегда ходишь на футбол, на шайбу и единичные разы ты на баскете. Почему? А это укол в твою сторону, потому что до этого никто меня вот так вот не брал и не звал, не говорил. Приходи, садись, посмотри, поболей, понаблюдай. Виталик, ну 300 рублей билеты стоят, ну ты ж серьезный человек. Ну могу себе позволить. Могу себе позволить. Или не можешь об этом обогарить чуть-чуть. Ты как человек, который ходит давно на матчи ЦСКА. Расскажи, есть ли какая-то принципиальная разница у болел на футболе и на баскете? Чего ты ждешь? Нет, вы знаешь, это плюс болельщиков ЦСКА. У футболистов и хоккеистов болельщики поддерживают максимально мощно, выкладываясь на полную, срывают голоса, не жалея своих связок. И это очень круто. Поэтому разницы нет. Я тоже сначала немного посижу с таким надменным взглядом на баскетболе в первых рядах, а потом, конечно, я начну кричать. ЦСКА всегда будет первым! Виталик Мишура был сегодня у нас при гейм-шоу на ЦСКА Баскет ТВ. Следующая студия будет у нас перед следующим матчем 24 мая. Следите за анонсами. Всем пока и верим в команду. ЦСКА всегда будет первым! Молодцы!